доброе утро друзья мы с вами так для ориентации находимся на хайвее 101 11 часов утра типа пробочка такая но такая не не уж пробка пробка слушай там есть этот самый там есть карпульная полоса закончился ну ладно хорошо начнем какой едем как итак друзья мы зачитываем устами светланы мы зачитываем вопрос илья из ярославля так вы сказали что вам приходится общаться с людьми которые вам не нравится как вы это делаете можете ли посоветовать как это делать другому с учетом того что у меня с вами по моему разный тип поведения вы направлены вовне а я вовнутрь у меня с моей руководительницы взаимная легкая неприязнь умом я понимаю что нужно с ней разговаривать чтобы работа была сделана но когда она что-то говорит мне то внутри появляется желание побыстрее закончить разговор она меня не понимает или не хочет понять мне тяжело к ней обратиться еще мне пришло на ум видео в котором вы рассказывали про ваших студентов приятных молодых людей которые были не успешны в плане работы из-за того что концентрировались на неправильных вещах что им чего-то не додали это я к тому что я бы хотел концентрироваться на правильных вещах но как это практически сделать когда я собираюсь обратиться к другому человеку в голове всплывает его несовершенство я решаю отложить обращение если я правильно понял про баланс то нужно думать о выгодах от общения с другим человеком можете мне посоветовать что почитать или послушать ну что света скажешь приходится общаться с людьми с которыми не обязательно приятно общаться правда ты знаешь что да ну вот мы с тобой тоже разные люди да это уже больше вовнутрь направлено чем вовне но вот если неприятно общаться то я стараюсь конечно этих людей избегать и общаться с ними по минимуму очень плохо если это например научный руководитель для того что научный руководитель сделано должен быть клик должен быть гармония в отношениях научного руководителя и студента в противном случае ожидать хороших результатов а из-за какой работе не научно какой-то но у меня были тоже очень тяжелый а почему студент уже не студент я не знаю что он так написано я так поняла хорошо но у меня на работе тоже были очень сложные отношения но Но вот я в таких случаях всегда ухожу. То есть я пытаюсь найти способы, как отвалить таких ситуаций, потому что мне тоже это очень тяжело и очень неприятно, в особенности, если приходится все время довольно-таки непосредственно общаться, да? Я помню, у тебя в педагогическом учреждении была противная тетка. Ну, неважно, мы не будем сейчас даваться в детали, да? Но когда я чувствую напряжение, причем это напряжение как-то оно возникает сразу. Вот просто я как-то почувствовала, что мне нехорошо с этим человеком. Я даже не могу объяснить, не то, что там я смотрю, он мне то у него не так, это у него не так, это приходит потом. А вот первое ощущение, есть люди, с которыми я стараюсь не общаться. И у нас по жизни было много таких ситуаций, когда я говорила, я не могу этого человека даже видеть и выносить, а Михаил, наоборот, как бы с ним делает бизнес и так далее. Но ничем хорошим это не кончалось. Такой вопрос, Витяка. Ну, вот если ты на работе, вот ты же была на работе, я помню время, вот ты была на работе, у тебя была неприятная тетка начальница. Ну и как ты? Ну, я ушла. Ну, ты ушла в итоге, да. Пока не ушла, было очень тяжело. Тяжело, да, ребята, очень тяжело общаться с людьми, с которыми мы не находимся в гармонии. Ну, да. Ну, подожди. Ну, опять, есть какие-то нормы в обществе, да, мы не хамим, мы не грубим друг друга, мы сводим общение к минимуму какому-то, чтобы лишнего ничего не сказать, но все равно нарываешься. Хорошо, давай так. Если он, смотри, он интровертированный, так, значит, на него это действует негативно, он переживает. И если это будет долго продолжаться, вот такое вот существование, он, в конце концов, от этого болезни возникают у людей. Это было тяжело. Для меня это был очень тяжелый жизненный период, и пока я не ушла оттуда, я как глоток свежего воздуха был, когда я ушла. Хорошо, все-таки, давай так, значит, это неправильная ситуация, и из нее надо выходить. Да. Поэтому выходить из нее надо, ну, например, поменять там место работы. Если это с работой, у меня почему-то кажется, что это учебное заведение. Нет, 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 он работает на работе. Значит, он работает на работе. Соответственно, в учебном заведении проще, ты семестр прошел, у тебя поменялся преподаватель. Нет, там есть научный руководитель. Да нет, там этого даже близко нет. Значит, давай вернемся к работе. Ну, вот, ты же можешь представить себе работу? Я могу. Ну, давай, вот о работе поговорим. Значит, можно уйти, да? Если не получается уйти, бывает редкая профессия, бывает, что человек неплохо обустроен, и ему как бы уйти без потерь он не может уйти, без серьезных. А у него может быть мордич, там, или какие-то обязательства, мы не знаем. И вот не может уйти, что делать? Ну, стараться относиться нейтрально, в той мере, в которой это возможно. Ну, опять, свести отношения, свести общение к минимуму. Дело в том, что вот здесь, в Америке, немножко с этим проще, потому что на работе не существует личных отношений, есть только формальные отношения. И с формальными отношениями довольно просто, да? Ты сделал, вот как ты сделал эту работу, хорошо, плохо, никаких переходов на личность и ничего. Поэтому общение минимальное абсолютно, только исключительно по работе. Никаких личных обсуждений детей, внуков, родителей. Светик, давай так, вот представь себе, вот что с ним на самом деле происходит? Он смотрит на человека. С человеком нужно поговорить. В тот момент, когда он думает о том, что с ним надо поговорить, в этот момент он начинает пропускать в мозгу его недостатки, этого человека. И ему не хочется с ним разговаривать. У меня знакомое ощущение, я это очень хорошо состояние понимаю, дело тут не в том, что недостатки, а дело в том, что внутри ощущение, что с этим человеком разговаривать не хочется, а надо. Поэтому надевается на лицо маска с улыбкой, делается по мере возможности натуральный тон в голосе, и идешь и говоришь то, что нужно говорить. Откуда же возьмется в голосе натуральный тон, если ты смотришь на него, и у тебя к нему уже плохое чувство? Оно у тебя на лице, оно у тебя в интонации, оно у тебя во всем виде. Послушай меня, мы живем в мире, это сам Шекспир сказал, что весь мир театр, и мы все в нем актеры. Люди в нем актеры, да. Я даже помню, очень смешная ситуация была, как раз этой самой моей начальнице по работе, да. Мне нужно было что-то там уйти, а я не знала, как так это преподнести, чтобы не было гадости, какой Шманович все-таки отпустил. А я тебя не научил. Да, и что-то Миша такое сказал, да, что она точно бы, то есть идет некоторая манипуляция, скажем прямо, да. То есть мы заранее продумали, что сказать, и она поддалась на эту манипуляцию. Света говорит, а что ей сказать такое? Я говорю, она специально все делает назло, поэтому ты скажи ей, что ты не хочешь там куда-то идти. Она скажет, как это ты не хочешь, ну-ка иди быстро. Да, то есть на самом деле, смотрите, есть у нас эмоции, да, а есть у нас мозги. И очень хорошо, когда мы понимаем, что это разные вещи, потому что обычно они сливаются одновременно, и наши эмоции настолько захлестывают, что мозги поддаются этому и еще больше подогревают эмоции. И в лучшем случае включаются, но существенно позже, а бывают еще и никогда. Ну, если мы разделим эти две вещи и скажем, да, мне неприятно, да, это эмоция, то есть у меня чувства неприятные, но мне надо, и это мозги, значит, надо мозгами сделать ситуацию, в которой это общение более-менее возможно. То есть, ну, да, человек, значит, этот человек мне неприятен, но что я должен от него получить, да, и что я должен сделать для того, чтобы получить то, что я хочу. Иногда можно просто email написать, так удобно бывает. Ну, да. Да, ну, давай, Свет, может быть, я с другой немножко позиции на это дело посвечу. Значит, то, что происходит между этими людьми, оно где-то там на каком-то энергетическом уровне происходит. Понимаешь, то есть, вот там одна мысль о том, что надо поговорить, понимаешь, его уже повергает в уныние. И, то есть, есть какая-то чужая энергия, понимаешь, которая на нас действует, она пробивается к нам. То есть, существенно, чтобы чужая энергия оставалась там, где она есть, да, а наша оставалась при нас. Вот, собственно, и все. В данном случае там брешь какая-то пробита. И вот эта чужая энергия, она залезла к нему туда, куда она не должна была к нему залезать, если все нормально. Поэтому, может быть, ему какие-то медитативные практики помогут в целом по жизни. Не пускать чужую энергию. Но, если мы так уже по-простому, знаете, что я вам скажу? К нам однажды приезжала блогер Мамсын, Ирина. И я сделал с ней несколько сюжетиков. И один из этих сюжетиков, мы сидим на кухне, и я ей показываю, как поставить я на место. Вот есть такая медитация, даже не медитация, это простенькое упражнение. То есть, любая медитация начинается с того, что я должен быть на месте. И, значит, вот я и показываю, как поставить я на место. Там буквально минут 5-6-7 это видео, оно несложное. И посмотрите его. И вот, я, может быть, его найду и ссылочку дам в описании к этому видео. Если вы научитесь ставить я на место, а это надо просто привыкнуть это делать. Если вы сделаете это первый раз, это может быть с некоторым усилием. А второй, третий, пятый, а двадцатый, тридцатый, вы просто подумаете об этом, и оно уже будет на месте. А дальше вы будете это еще чаще делать, и оно всегда будет на месте. Когда у человека я на месте, выражаясь языком таким, ну, относительным, я не хочу как бы никого травмировать там такими словами, но как бы вот такой божественный свет от тебя исходит. Понимаете, вы начинаете излучать божественный свет. То есть вас не хочется ни обидеть, ни вывести из равновесия. Больше того, даже если кто-то захочет вас вывести из равновесия, он не сможет. Настолько вы вот там будете находиться. И когда вы идете куда-то вот к людям разговаривать, вот видео, будете видео делать, да? Вы сначала я поставите на место, а потом будете разговаривать, выходить в эфир, чтобы вот этот вот свет от вас шел божественный, вот, ну, так, в утрированном таком языке, но тем не менее. То есть я думаю, что какие-то медитативные практики, которые позволят ему выйти из этого негативного состояния, а быть в состоянии равновесия, как только вы будете сами в состоянии равновесия, никакая тетка там начальник или подчиненный, или там каворкер и так далее, вывести вас из равновесия не смогут. И в этом весь смысл вот медитации на самом деле. То есть большой смысл, но может быть не весь, да? Но вот так, я бы сказал. И вот эту чужую энергию. Скажите себе, я чужую энергию к себе не пускаю. Вот, вот и все. Так что я не хочу вам давать уроков в этой области, тем более, во-первых, я их вообще не даю, во-вторых, как бы, я думаю, это может быть не очень уместно, но, во всяком случае, как совет посмотреть в эту сторону, может быть, будет неплохо. Светик, как ты относишься к тому, что я сказал? Да, я отношусь очень положительно. Все, что не делается для того, чтобы жилось легче, все хорошо. Да. Это не важно даже, насколько вам близки там термины, в которых это выражается, это не существенно. Существенен практический результат, правда? Да, мы все хотим жить в комфорте эмоциональном, прежде всего. Да. Нам, а не в стрессе. Поэтому все, что работает на то, чтобы создать себе такой эмоциональный комфорт, все хорошо. Да, может, вы в бассейн пошли, поплавали часок, и у вас стало больше комфорта. А может быть, вы там побегали, там, или там в хоккей поиграли. Я сейчас... Грушу, грушу. Грушу, бьешь. То бьешь грушу и думаешь, что это твоя начальница, понимаешь? Да. Вот. Значит, ну, не суть важна. Значит, все, что помогает, все хорошо. А там, как это все объясняют разные люди, это уже несущественно. Счастливо!